После того, как мы отсняли практически большую половину передачи, внезапно обнаружилось, что центральная камера волшебным образом не захотела записывать видео, поэтому дальше снимали как смогли. Отступать было уже некуда, но думаю основную идею блюда мы все-таки донести смогли, поэтому приятного всем просмотра. Наступающий год, год свиньи, поэтому сегодня я приготовлю новогоднее блюдо поросенок. Значит что нам понадобится? Нам понадобится мясо, нам понадобятся грибы, немножко лука для поджарки и специи. Специи каждый кладут в те, которые ему нравятся. Пока мы будем готовить сейчас мясо, обжаривать, резать грибами, у нас заранее стоит картошка, из которой мы будем делать пюре, что собственно и послужит потом основой для нашего поросенка. Нарежем сало, чтобы растопить его на сковородке и уже в этом обжарить наше мясо. Пока топится сало, нарежем мясо. Мясо тоже будем резать помельче. Если желаете побыстрее, можете прокрутить ее через мясо. Мы практически в походных условиях, поэтому вот у нас не тарелочка, но в принципе нам не надо. Теперь сейчас окажется уже на сковородках, в кастрюлях и на противнях. А потом же лук. Мясо должно быть мухом. Вот оно наше сало. Уже покрывается корочкой и дает нам ток. А здесь варится картошка. Вот она уже закипает у нас. Скоро начнет вариться. Вот, уже можно хвать туда наше нарезанное мясо. Сейчас займемся грибами. То есть нарежем их тоже. Грибы у нас дорогие. В этом году они не уродились. А это в этом прошлогодние замоченные. В этом году у нас эти рыжики. Мы решили все-таки сделать все дорогие. Я люблю, когда ты бог, мы много. А что можно еще не открыть? Пульс. Пульс можно было. Где прокуку? Репу. Репу. Раньше она не была. Куда репа? Стыквы. Да и класс. Еще раз говорю, что я ставлю не рецепт, который прям вот надо безусловно так выполнять. Нет, это основа. А дальше, давайте, кто так ваших раздается. Чтобы встретить Новый год, вот порозенка. Порозенка. Дорогие грибы мы порезали, мясо у нас жарится. Сейчас будем глушаровать лук. Но сначала, конечно, порезать. Вот. У нас здесь сейчас получаются шкварки из сала и мясо. В этом во всем поджаривается. Лук обмашировали и кладем его к мясу. Приготовим сатирник для жарки грибов. Вот такая штука у нас сейчас получается. Немножко масла, грибочки и на плиту. Мы пожарили грибы и сейчас их добавим в нашу начинку для порозенка. Там, где у нас уже лежит мясо жареное и лук жареный. То есть продукты уже, в принципе, готовы. Когда вы их положите в духовку, все это у вас уже все будет готово. И это можно есть прямо сейчас. В духовку мы кладем для того, чтобы наш поросенок, которого мы с вами сделаем, будет подрумянинный и примет форму поросенка. А теперь у нас сварилась картошка, будем делать пюре. Слили воду, наливаем молока. И ждем, когда закипит. Молоко закипело, сняли следы, добавляем масло. В миску 5, вот на такую кастрюльку, целую пачку. И мнем. Мнем картошку так, чтобы консистенция была не жидкая. Нам сейчас из нее лепить, формировать нашего поросенка. Будет жидко и растекется поросенок. Будет жесткий, не слепите. Поэтому здесь очень внимательно. Должно быть как пластилин. Немножко сбрызнем маслица на разогретый противень. Чуть-чуть, чтобы картошка не прилипала. И сейчас начнется священнодействие, не выговариваю. Мы начнем лепить нашего поросенка. Если бы был год петуха или курицы, или зайца, мы бы лепили петуха, курица или зайца. Субтитры подогнал «Симон» Вот наш поросенок. Сейчас мы его поставим в духовку. Но сначала намажем спитым яйцом. Для того, чтобы у него была корочка. Заранее разогрели духовку. Здесь у нас 250 градусов. Поставим на 250. Можно и на 300, и на 400. Берем нашего поросенка и отправляем в духовку. Прошло 40 минут. Наш поросенок готов. Достаем его из духовки. Всем приятного аппетита! Если кто-то желает рассказать свой любимый рецепт, показать и закормить нас, приходите к нам. Мы все это отснимем, приготовим и покажем. С вами была Академия Шпаргалок. Подписывайтесь, будет очень вкусно!